Добрый день друзья, извините за бардак, немного за мной, маленькое полупоходное состояние в общем о чем хочу рассказать, решил я сделать шенген, подготовил весь пакет документов, завтра у меня то есть 11 числа у меня назначена встреча в визовом центре в Омске, буду подавать, ну надеюсь вы как у американцев пальцы скрестите за спиной, чтобы мне ее получить, визу буду подавать в Испанию, я говорю, пакет документов, я говорю, извините за бардак, вот это еще не все, такая вот стопка бумаг, это еще не все, еще не распечатаны анкеты, билеты, бронь на букинге надо делать, то есть готовлю весь пакет документов сегодня, завтра, сегодня ночью выезжаю в Омск, завтра надеюсь утром буду там и надеюсь будет все удачно, благо есть хорошие друзья, знакомые, которые мне, я как сказать официально безработный, но есть хорошие друзья, которые мне написали справку с места работы, выписку, в общем пока это только я завтра, если что-то, буду надеяться, что я шенген получу, потому что отчасти у меня мечта съездить в Европу, я хочу посмотреть замки, очень хочу замки посмотреть, естественно все это рассказать вам, ну а пока готовлю документы, я говорю еще раз, скрестите пальцы за меня, надеюсь шенген будет получен и все-таки удастся наконец в Европу. Через пару дней я еще расскажу вам, что и как, какие документы, что, вот, спасибо всем за внимание. Так как я говорил, я начал путешествовать только в сорок лет, была Азия, но сейчас решил почему-то загонять в Европу, очень мечтал, мечтаю посмотреть старинные замки, ну в общем, опять, как обычно я отошел от вопроса, в общем, начну по порядку. Накопился довольно-таки большой, вернее, перелопатив очень большую информацию в интернете, какие страны дают визы, какие мультивизы, какие лояльнее относятся к русским путешественникам, я остановился на Испании, так как мне подсказали люди и звонил тут в турагентство, у меня как бы больше вероятности получить мультишенген, то есть мультивизу, точнее сказать, это в Испании. Испания, Италия, но так как вы знаете, от какого я города и ближайший город, от меня это получается Омск, то есть у меня мой выбор пал на Испанию. Подготовив довольно-таки большой пакет документов, это два моих новых загранпаспорт, мой старый мой загранпаспорт, то есть пришлось сканировать даже чистые страницы, то есть полностью. То есть представьте, первый загранпаспорт, там старого образца, по-моему, 36 страниц, и загранпаспорт нового образца, там, по-моему, 40-40 страниц, то есть представьте, такой вот пакет документов, то есть бронь, бронь авиабилетов, но тут сайт, связка, точнее сказать, агент, агент РУ и чек внутри не работает, в данный момент по какой-то причине бронь не пробивается, поэтому я тупо распечатал билеты с моей электронной почты, то, какая мне пришла бронь или это, я распечатал ее со своей электронной почты, ну, конечно, получилось немного коряво, но все-таки какая-то бронь есть. Распечатал три отеля, ну, там сутки-двое, как бы, визу я запрашиваю, запрашивал, точнее сказать, на месяц, поэтому, как бы, там где-то маленькая нестыковка была, потому что я еду стопом, ночую где-то в палатке, поэтому я отель забронировал, но в число, какие-то есть 30 дней на неделю. Ну, приехал в Омск, визовый БЛС, визовый центр Испании, благо, девушки попались очень хорошие, доброжелательные, что-то мне подсказывали, что-то в этом. То есть, если у меня не было на какой-то период брони отелей, они мне говорили, пишите, сопроводите мне письмо, где вы будете находиться. То есть, я хоть не религиозный человек, но есть такое желание пройти путь Святого Якова до города Сантьяго, до Компострелла в Испании. То есть, примерно 800 километров я подавал, еще раз повторюсь, на месяц. В общем, все, я написал, пришлось написать дополнительно сопроводительное письмо, что я буду по ходу передвижения искать ночлег. То есть, где-то отели, где-то хостелы. То есть, девушка сказала сразу, чтобы представители Испании вас не теряли из видов. Где вы примерно будете. Я написал, но моя надежда была только в лучшем случае, так как это мой первый был Шенген, и надежда была только на срок поездки, в лучшем случае, хотя я не исключал, 50 на 50, не исключал варианта отказа. Поэтому, пакет документов я сдал, какие-то мне подсказали. Забрали у меня сразу, еще раз скажу, забрали у меня оба моих загранпаспорта, чтобы проверять в Консульте Москвы. То есть, забрали все документы у меня. Ну, не все они имеют оба загранпаспорта, ксерокопии, то есть, брони отелей, сопроводительные письма эти. Естественно, отели я бронировал на букинге. Поэтому, очень бушительный пакет документов получился. И я, как бы, еще раз повторяюсь, было 50 на 50. Приехал вон, сдал документы, оплатил. Ну, точно не помню, буквально позавчера я только шенген свой забрал, паспорт с шенгеном. И поэтому я, как бы, не знал. То есть, сумму я, извиняюсь, опять отошел. В общем, оплатил я около 4 тысяч, то есть, это битовый сбор, консульский сбор, и там что-то 400 или 4200 где-то вышло у меня. подал документы, все приняли, все проверили, все исправили. Что-то где неправильно было там. Неправильно было, то есть, я в анкете написал старый паспорт, меня девушки отговорили, сказали, давай, лучше подавай в новый паспорт, нового образца. то есть, сдал документы, сняли все 10 пальцев отпечатков, но сетчатку, как некоторые пишут, не снимали, просто сфотографировали, вот как я, допустим, сейчас пишу на свою камеру Sony, на подобную камеру сняли меня просто, и все, так как бы, забили в базу. Дальше, выдали после оплаты, после того, как меня отправили оплатить, и я оплатил, все эти бумаги, все документы, в общем, все сборы, пришел к ним, мне выдали чек, чек с кодом, то есть, по коду я могу отследить движение моего паспорта. Сказали, можете, может, а раньше придет, ну, ориентируйтесь дней на 10, на 10 дней, не рабочих, а общих дней. И СМСка, ну, как бы тут уже мелочиться не стал, то есть, 100 рублей, как бы, в общем, СМС стоит 100 рублей, то есть, вам приходит СМС на телефон, когда ваш паспорт прибудет, визовый центр. Ну, здесь уже, то есть, не стал отказываться, сами понимаете, что, вроде, человек едет в Европу, ну, и отказаться, типа, ну, 100 рублей, ну, ладно, заплатил уже эти 100 рублей, то есть, все это включили, они, через 10 дней приходит СМСка, еще раз говорю, пришла СМСка, ну, так как, есть у меня небольшая работа, так сказать, ну, не работа, а подработка тут, в городе у себя, то есть, не было возможности, в течение недели, съездить за паспортом, перелопатил кучу информации, можно ли пробить, одобрена виза, нет, ну, сами понимаете, и хочется, и колется, то есть, ехать надо, то есть, ехать с каким настроением, либо с печальным, либо с радостным, ну, поискал тут на паре форумов, все пишут, пока не откроете паспорт, вы не узнаете, приехал в Омск, ну, с надеждой, честно сказать, я всегда надеюсь на плохое, как говорится, приходит всегда хорошее, думал отказ, либо срок оплаты, и ребята, друзья мои, я очень удивился, я пришел, заполнил формуляр о получении, открываю, пришел вот такой вот, здоровенный конверт, открываю конверт, оба моих загранпаспорта, открываю новый загранпаспорт, а у меня стоит годовой шенген, то есть, 29 декабря он начинается, я собираюсь, надеюсь, я планирую новый год, мечтаю новый год встретить в Европе, то есть, годовой шенген, у меня отпала челюсть, вот так вот, ну, если кому интересно что-то, спрашивайте, пишите в комментариях, если что-то кого-то интересует по поводу, как я подробнее оформлял документы, отвечу лично, ну, а всем, как всегда, как я говорю, удачной дороги, счастливых путешествий, с вами был Алексей Моисеев, надеюсь, следующее, извините, еще, извините, по скриптам, так сказать, долго не снимала видео, не было новостей, грубо, единственная новость, радостная появилась, ну, надеюсь, теперь буду снимать с Европы, а через год, я все-таки мечтаю вернуться назад в Азию, ждут меня друзья, азиатские, всем приятных дорог и счастливых путешествий, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok